Привет, друзья! Сегодня приготовим маринованную рыбу саламур из толстолоба. Очень простой и быстрый в приготовлении по домашнему рецепт, а толстолобик вкусная и полезная рыба. Наша тушка толстолоба весом около 10 кг была в заморозке и уже предварительно разморожена. За кадром мы ее очищаем от чешуи, внутренности, удаляем реберные кости, голову на уху и разрезаем на филе. Самое вкусное и полезное у толстолобика это мягкая филейная часть, она идет полностью без костей. Но только у крупного толстолобика, начиная весом от 3-4 кг. Учитывайте это, если будете готовить. Мы подготовили филе, по весу у нас вышло 3,8 кг. Подготовленное рыбное филе разрезаем вдоль пополам. Для приготовления саламура будем использовать нижнюю реберную часть, вот эту мякоть. А балык пока отправляю в холодильник, буду использовать для другого рецепта. Рыбное филе для маринования нарезаем удобными кусочками, примерно по 1-1,5 см. Вес подготовленной рыбы составил 1,2 кг. Далее нам понадобится растительное масло, у меня это оливковое, яблочный уксус, морская соль, смесь перцев горошком, лавровый лист и репчатый лук. Лук нарежьте тонкими полукольцами или перьями, как вам удобно. Возьмите 25 г морской соли, смесь перцев горошком, чайную ложку, несколько листочков лаврушки. Перец горошком измельчите в ступке, чтобы он отдал свой аромат. Смешайте морскую соль, смесь перцев и измельчите лавровый лист. Добавьте 6 столовых ложек уксуса, можно взять 6%, 9%, а я использую натуральный яблочный уксус. Для заливки возьмите растительное масло, я использую оливковое нерафинированное, оно без горечи, чуть больше половины стакана, это примерно 150 мл. По желанию можно добавить столовую ложку сахара, но я не использую, так как готовлю для кето-питания. Заливаю в рыбу и перемешиваю. В 2 этапа добавляю перья репчатого лука и перемешиваю. Вот и готово! Теперь можно перекладывать по каким-либо удобным контейнерам, судочкам или даже просто в стеклянную банку, у кого что есть. Укладывайте рыбные кусочки слоями, чередуя с луком. Затем судочки накройте крышкой и уберите в холодильник для маринования на сутки. Удобнее всего это приготовить с вечера и на следующий вечер рыба будет уже готова. Кстати, для приготовления соломора подойдет не только речная рыба, такая как толстолоб, но и любая другая, у которой мякоть без костей. Подойдет даже морская, например, самая доступная это скумбрия. Прошли сутки, толстолобик промариновался, просолился в холодильнике, теперь можно пробовать. Сверху посыпаю свежим зеленым луком и сбрызгиваю рыбку оливковым маслом. Рыбный соломор может быть как полноценным блюдом вместе с гарниром, так и холодной закуской к бутербродам. Очень вкусно! Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока!